ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делать нельзя. Ты можешь прыгнуть? Эдгар, все. На грудь. Я хиревая, хиревая, хиревая. Стоп, машина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как это могла мне форма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фил, это что такое? Фил, тренировка отменяется. Срочно идем в магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем здрасте. Всем привет. Сегодня у меня в гостях Фил. И мы поговорим о том, как определить и понять родителям, когда ребенок вырос из формы, она стала ему короткой и маленькой. Вот как он сегодня у нас одет, собирался на треновку на лед, так делать нельзя. Это абсолютно перерос из нее. Вот поэтому постараемся с Евгением все подобрать и рассказать, как и что должно быть. Погнали! В помощь нам идет Евгений, сотрудник магазина «Хоккейка». Привет-привет! Так, одеваемся мы снизу вверх. Начинаем мы с ног. Какой у тебя рост? Ну, 157 где-то. 157 где-то, но это бабка на 2, я сказала. Очень где-то. Щитки у него, размер мы взяли 12, подобрали. Щитки не должны быть короткими, закрывать полностью коленную чашечку и не упираться здесь в конек. Это очень важно. При примерке щитков упади на коленки. Удобно? Да. Встаем. Вот, то есть у него получается 12 размер. Дальше. Трусы. Одеваем. Хорошо, руй. Не торопись. Очень часто в первой тренировке спортсмены выходят вот с такими вот трусами коротенькими. Трусы у нас должны быть до колена. Самое основное это поясница, сзади спина. Но это такая простенькая модель. Вот у нас здесь такой плавничок. Поясница, бедра, ой, бедра, ребра. Присядь на корточке. Не давит? Где удобно? Ще огонь. Огонь удобно? Здорово. На грудь. Спасибо, Дарья. Было приятно. Тут еще главное не забыть, как это все надевать после такой длительной паузы. Очень часто родители хотят купить форму надолго, чтобы хватило с запасом. Это делать нельзя, это мы говорили в прошлых выпусках. Данный нагрудник по-доброму для фила идеально. Закрывает полностью спину. Не заходит сверху на трусы, чем потом ему будет вот так вот подниматься и мешать. То есть вот его размер. Спереди он так же ему все здесь защищает. Не мешает покрутить, повертить. Руками он откручивает. Руки наверх. Удобно? Да. Все, здорово, огонь. Вот защита груди на груди. Дальше у нас идут локти. Одевай. Левый на левый, правый на правый. До этого фила все время мама одевала. Поэтому впервые. Сколько лет тебе? Не на ту руку, Фил. В 11 лет до сих пор мама одевает. Портсмена. Зато свой канал на ютубе. Помни, что вот эта вставка у тебя закрывает косточку? Первый раз сам делаешь? Нет. Вот эта вставка, она снаружи закрывает у тебя косточку вот эту. По локтям. Обязательно локоть должен попадать в центральную часть на локотника. Тем самым при изгибе ему ничего не давит, не пережимает и не мешает. Длина локтей на самом деле бывает разной. Но они также не должны быть длинными, да? Но и не должны быть короткими, как у него было до этого. Там были вообще абсолютно детские на 4-5 лет максу. Вот данная защита в его возрасте идеальна. Не бывает такого, чтобы локотник шел до нагрудника и здесь все было защищено. Он не как робот, он не сможет просто кататься. Поэтому это расстояние, это нормально. Все равно это двигается в процессе. Краги по его ощущениям. То есть где здесь палец удобный? Вот теперь здесь. Все пальцы, то есть не должны они слетать, не должны болтаться, но и в то же время не должны пальцы упираться, когда ему будет некомфортно. Ну и посмотрите, то есть идет на крага, идет на локотник. То есть здесь максимум у него перекрыто. В случае попадания клюшка у него как-никак защищено. Хотя нападающие любят покороче краги, а защитники любят подлиннее, побольше. Туда им часто попадают. Ну и самое важное шлем. Рекомендация при покупке шлема. Вы одели, и пускай ребенок 2-3 минуты в нем походит. Смотри вперед. В нем походит, чтобы основной это не давили виски. Задача это, чтобы встал подбородок и не давило виски. Все, больше здесь ничего. Потому что некоторые покупают, да, да, все нормально, и пошли. Потом говорят, мы вышли на лед, нам давят. Поэтому при покупке 2-3 минуты ребенок должен походить в шлеме. Нормально? Пожалуй. Даловый шлем, я не права. Вот это его размер. Удобно? Да. Как-то так. Поэтому смотрите внимательно за своими детьми. Не запускайте. Защита очень важна. К сожалению, мы не можем купить на год-два, на сезон, на два вперед. Да, это только у взрослых купил и забыл только менять новые модели. Выходят там коньки ультрасоник, гнаться за этими моментами. А у детей это сезон максимум. По конькам здесь разговаривать можно очень долго. Мы, наверное, сделаем это вообще отдельно. Потому что основной, наверное, такой самый простой нюанс – это достать стельку из конька. И чтобы ребенок на нее встал. Все будет понятно. Палец, большой палец не должен за нее, как это правильно сказать? Заступать. И, соответственно, ширина стопы не должна быть больше, чем сама стелька. Просто они ему тогда получаются очень узкие. Жень, есть что добавить? В двух словах. Добавить хочется больше к родителям, чтобы родители почаще следили, в чем играет ваш ребенок. Это касаемо и коньков в первую очередь. Потому что в таком возрасте, когда особенно коньки становятся малы, они молчат. Они не говорят о том, что пальцы жмут, пальцы подогнуты. Часто это замечает тренер уже на тренировках, когда ребенок не может полноценно делать какие-то упражнения. И, соответственно, по основной защите следите. Следите за длиной трусов, следите за длиной нагрудников. Потому что хоккей – это опасно. Попадание шайбы, тычок к клюшкой – все это может навредить. Травмы, травмы, травмы в хоккее очень большие. Поэтому следите за формой. И не забывайте про защиту шея. На сегодня мы заканчиваем. Играем в хоккей. Хоккей для всех. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине Хоккейка.